Что я могу сказать? Последние, мать его, три килла. Просто посмотрите на это. Девять, 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 семь. Три, два, один. Статрек на ноже работает совсем по-другому. При этом я просто сломал статрек на ноже. Что происходит, господи? Здорово, это Бриел, и недавно у Авеа выходило видео, где он проверял, что будет если набить миллион киллов на статрек Калаше. В принципе, на это есть куча ответов в интернете, просто там будет идти отсчет заново, именно на самом счетчике. В самой игре все будет нормально. Но, как мы знаем, на ножах, когда, допустим, сделал один килл статрековский, там просто будет цифра К1, а не 0,01. Ты вообще довольно сильный статрек на ноже отличается. Так вот, я решил проверить, что будет, если набить миллион киллов на ноже в CSGO. Могу сказать заранее, что на это ушло у меня очень много времени, и результат тоже оказался довольно неожиданным. Все получилось далеко не как на Калаше. В общем, прошу тебя заранее поставить лайк, ну и, конечно же, подписаться. Надо уже добить 150 тысяч подписчиков, реально, если чуть-чуть осталось. Ну, реально, подпишитесь, вот. Внизу я также залетаю в инстаграм, там, реально, много сториз для тебя делаю, вот. Так что, инстаграм будет в описании, ну, а мы начинаем. Короче, все, купил я специально для этого видео ножик, точнее, обменял. Это вот такой вот ножик. Татрекшник, нож-кровая паутина. Думаю, довольно неплохой, и именно на нем мы будем набивать миллион фрагов. Ну, вы, наверное, спросите, ты что, реально будешь идти в ММ и миллион киллов набивать? Конечно же нет, на это уйдет, не знаю, года, десятилетия. Думаю, многие знают, что для этого есть специальные сервера, и сейчас, пожалуй, я этим и займусь, и выберу самый оптимальный для нашей цели. Для этого мы заходим в поиск серверов и просто прописываем в тегах идол. Вот, тут у нас какой-то очень популярный, 55 человек, тут давайте зайдем. Все, мы на сервере, тут даже кто-то у нас сидит, общается. Нормально. Да нет, это не идол сервер, тут просто люди ходят, я не знаю, это вп-паблик какой-то, честно говоря. Как тут фраги фармить? Здесь нельзя фармить. А почему написано, что это идол сервер? И тут куча фкшников. Нельзя убивать. Понял, классный сервер. Так, пока загружаю, кстати, я еще узнал, что идол сервера используются не только для сатрека, а чтобы вот фармить кейсы, там в конце каток выпадают. Короче, вот, нашел карту выполнения достижений, даже тут есть. Закладка бомбы, бомб-дефьюз и так далее. Интересно. Ну что, поехали? Первый фраг сделать. С ножа? Во, пошло, 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 пошли фраги. Во, 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 пошло. Ёма, уже 21 фраг. Давайте даже посмотрим. Да, вот еле видно, 21 фраг уже есть. Окей, поехали дальше. Так, первые 100 фрагов на сатреке есть, это уже супер. Да, вот они, 112 уже. Поехали дальше. Это довольно весело, просто сидит, так кнопку зажал и фармишь, но... Мне очень интересно, с калаша это гораздо проще, потому что ты можешь встать в линию, спокойно встать, это будет гораздо проще. А тут, это, ну, честно говоря, уже более сложная задача. И то тут реально их очень мало, приходится вот так вот стоять, всё, идут фраги и перестают идти. Естественно, все фраги я вам показывать не буду, так что сейчас будут у вас всё быстрые перемотки. И, наверное, давайте я даже таймер засеку, сколько у меня займёт набивать там определённые фраги. Фух, ну что, первые 1000 фрагов есть. На этом потребовалось нам примерно 2 минуты. И давайте посмотрим на это. 1000. Красота. Я так посчитал, если мы будем идти с такой же скоростью, то примерно нам понадобится 33 часа. Ну, либо же полтора дня реально сидеть и держать кнопку. И то это, на самом деле, не так просто, потому что постоянно что-то забивается. Приходится это всё настраивать, подходить, сжать по нескольку раз. Ну что, могу сказать, поехали. На самом деле, очень интересно, что будет на миллионный фраг, потому что очень много людей сделали на калаше, очень много об этом статей. Но, как мы знаем, счётчик-то ограничен на калаше, а тут у нас всё царапается. Так что, поехали. В те времена, кстати, мы преодолели отметку в 5000 киллов, это довольно мощно. И я вижу, очень много людей сидят, кидают молотые. Мне интересно, реально, что будет, если кинуть молик людей? Сколько у меня фрагов будет? Вот у меня сейчас их 321. А, нормально, снова молика минус 15 примерно. А, продолжаем. Короче, будем, наверное, включаться каждое, вот, какое-то определённое круглое число. 10 тысяч, поехали дальше. Тем временем, прошло уже 10 минут. И за 5000 фрагов за 10 минут, ну, нормально. Поехали дальше. Кстати, я сейчас спасу Лаве, он сказал, что ему потребовалось часов 6 на то, чтобы набить миллион статрека. Но, говорит, сюда добавили на сервер бустер статрека, поэтому будет немного легче. Но всё равно, в отличие от Калаша, за один удар я делал, там, не по 5 фрагов, вот так вот, напрямую через пару уголов, а всего один. Короче, посмотрим и сравним, сколько потребуется мне здесь по сравнению с Калашом. Я чувствую намного дольше. Наверное, сегодня ночью мне будет максимум числиться эта фраза, хосточка с бен резкиют. Кстати, у меня теперь звук не хосточка с бен резкиют, а бомбка с бен плэнтед. А, теперь ещё оба вместе. Ребята, набивать это, это настоящий ад. Здравствуй, Брел, я тут, короче, в конфесс-авео сижу, тебе привет. Нормально, нашли меня. Ну что, ребят, могу официально зоить 50 тысяч киллов на ноже статрек. Так, мы уже на половине пути к 100 тысячам, шестизначному числу, которое по факту должно являться максимальным. Мы это, кстати, на ноже и проверим. И тем временем уже прошёл, ну, можно сказать, практически час на то, чтобы набить эти 50 тысяч киллов. Так, ещё чуть-чуть до сотки. Ещё чуть-чуть. Три, два, один. Всё, ровно 100 тысяч. Давайте просто посмотрим на это. 100 тысяч, ё-моё. Ушло у меня на это чуть более часа, и по факту мы выполнили всего 10%. Фух, ладно, погнали продолжать. Время 2 часа 53 минуты, почти 54, и мы набили 300 тысяч киллов. На самом деле, я просто нашёл тактику, как делать это чуть-чуть быстрее, просто оставая в одного, ещё напротив другого. То есть, сразу килет двоих. Поэтому, надеюсь, дело пойдёт гораздо быстрее. Но мы как бы всё ещё до сих пор не дошли даже до половины. Не знаю, заметили вы, но уже пошёл второй день челленджа. К сожалению, таймер сбросился, но, получается, у нас почти за 50 минут набились ещё 100 тысяч фрагов, ровно полмиллиона. Итого, общее время пока что 4 часа 5 минут, чтобы набить ровно половину. Да, то есть, ждать мне придётся ещё столько же. Но, самое интересное, смотрите, что я нашёл. Если открыть инвентарь на инвентаре, то Star Trek прямо в инвентаре при осмотре обновляется прямо тут. Мне кажется, это вообще не бывает. Жесть. Тем временем, на часах уже почти 3 часа, и это значит, что мы уже потратили более 6 часов 15 минут на то, чтобы набить ровно 900 тысяч киллов. И при этом, нам ещё 100 тысяч впереди. Просто финишная прямая. Фух, ну уже времени ушло, блин, больше, чем на калаш. Мне реально интересно, что будет, потому что, когда ты покупаешь новый нож, на нём в Star Trek, ну просто не пишешь, там даже нет никаких нацарапанных. Если сделаешь один килл, там будет, не будет нулей, как она будет в Star Trek, а будет просто циферка. Один. Но если киллов будет миллион, будут ли ли там отображаться нулей? Как раз сейчас мы это и узнаем. Что я могу сказать? Последние, мать его, 3 килла. Просто посмотрите на это, 9997. И до сих пор этот хосточхэзбин резкий вот играет. О, давайте выберем, на ком мы последние 3 килла сделаем. Вот, пожалуй, на нём. Один. Всё, 3 девятки. Остался всего один килл и будет миллион. Просто посмотрите, 9999. Сейчас посмотрим, тут будет куча нулей или он просто пропадёт. Три, два, один. Миллион. К сожалению, снизу он не обновляется, но 6 нулей. Если бы нож был без Star Trek, тут бы ничего не отображалось просто. А тут 6 нулей. Впервые такое вижу на самом деле. Всё-таки я был прав, это не как с обычным оружием. Star Trek на ноже работает совсем по-другому. Это, конечно, какой-то прикол. Давайте ещё один килл сделаем. Да, реально, теперь вот так, 0,01. Офигеть. Фух. Теперь давайте, получается, сейчас перезайдём в CSGO и посмотрим уже в инвентаре, как у нас это всё обновится. Ой, кстати, забыл совсем таймер обновить. Ушло у нас на это, получается, ровно 6 часов и 50 минут. Просто чистого времени и 2 дня игры. Ха-ха, на что я трачу свою жизнь? Обновилось миллион. Ну, я ещё немножечко фрагов набил просто. У меня нет слов. При этом я просто сломал Star Trek на ноже. Что происходит, господи? Субтитры сделал DimaTorzok